Ну, для нас большая честь, что Михаил Викторович Скобцов согласился выступить у нас на семинаре. И это второй доклад из Южно-Сибирского ботанического сада, который мы слушаем. Я прошу прощения, что мы еще не выложили на сайт доклад, который был в прошлую среду, но мы это сделали в ближайшее время. А теперь я предоставляю слово нашему сегодняшнему докладчику. Большое спасибо. Спасибо, Дмитрий Дмитриевич, за приглашение, за такую возможность выступить на семинаре. Очень рад, что собралось столько уважаемых людей, ученых, ботаников, много знакомых фамилий. Это очень приятно. Тема сегодняшнего доклада, тема моего доклада, это проточная цитометрия растений. Со многими она меня, собственно говоря, и познакомила, с исследователями-ботаниками, интересующимися, собственно, применением данного метода в ботанике, в систематике, в биогеографии. Ну, хотелось бы начать кратко пробежаться по основам проточной цитометрии, потому что многие, я знаю, работали на цитометре. Многие, во всяком случае, более-менее знают, что это такое, но кратко несколько слайдов. Устройство любого проточного цитометра довольно-таки простое, и все принципы были заложены еще в 60-70-х годах прошлого века. Все основано на окрашивании ядер флюоресцентным красителем и, скажем так, исследовании их в проточной жидкости в очень тонком капилляре, в очень тонкой кювете. То есть, если посмотреть на слайд, то фювета практически любого цитометра состоит из тонкого капилляра, через который проходит жидкость. То есть, даже это, наверное, можно назвать иглой, через которую попадает, собственно, исследуемый образец в капилляр. По точной жидкости, которая поступает вот в такой вот конус, тем самым создается гидродинамическое фокусирование. Основа большинства цитометров – это гидродинамическое фокусирование, в последнее время это ультразвуковое, в том числе, фокусирование. Гидродинамическое фокусирование, собственно, необходимо для того, чтобы, скажем так, выстроить все наши исследуемые ядра, клетки в один ряд и уже исследовать их по одному. Собственно, далее на капилляр светит лазер с определенной длиной волны, возбуждает наш интеркалирующий краситель, где в большинстве случаев это либо ДАПИ, либо ПАПИ-диодид. Сигнал флюоресценции поступает через систему, в зависимости от конструкции цитометра, через систему либо световодов, либо через систему зеркал с фильтрами. И фильтруется именно тот сигнал, который излучает на оптимальной длине волны краситель. То есть сигнал обрабатывается фотоумножителем, либо фотодиодом и выводится на экран компьютера. Вот на данном слайде представлен один из первых цитометров коммерческих. Довольно-таки такой интересный прибор, то есть слева можно увидеть микроскоп, собственно говоря. То есть любой самый простой вариант, это когда наводится на капилляр объектив микроскопа и дальше фиксируется, собственно, флюоресценция. Сложно сказать, почему в Советском Союзе не пошли такие разработки. Но вот в конце 80-х годов Розанов из Института цитологии предложил такую схему. Ну и, собственно, исходя из литературы, собирал ее на базе микроскопа ЛюМАМ. Но дальше, так сказать, лабораторных прототипов и схем, к сожалению, не пошло. Очень многие, кто интересуется цитометрией или хотят начать работать на проточном цитометре, спрашивают, какие, в принципе, реагенты необходимы иметь в лаборатории или закупиться ими, когда мы покупаем проточный цитометр. В большинстве случаев это все те же самые реагенты, которые используются в любой ПЦР-лаборатории. То есть большинство реагентов, я думаю, знакомо. Единственное отличие – это нейлоновые фильтры, ну и, собственно, пропидиодид. Потому что часто в ПЦР-лаборатории чаще встретишь этидиум бромид, который тоже можно использовать в качестве интеркалирующего кросикизеля для цитометрии. Но вот он в основном, насколько я знаю, шел для цитометров с голубым лазером 488, поэтому большее распространение получил именно пропидиодид. Кроме всего прочего, это, естественно, РНК, правильно ее нужно приготовить, чтобы у нас не было никаких проблем в последующем с разрушением ДНК или с какими-то нежелательными данными. То есть если не разрушить РНК, то у многих образцов она тоже будет светиться, потому что пропидиодид окрашивает в том числе любые наплеиновые кислоты. Лезвия, чашки Петри, наконечники, все то же самое. Вообще считается, что вот проточная цитометрия, как вот писал Долежил в своей работе, вот в фолстометре Виспланселл, вся практически проточная цитометрия растений началась с появления безопасного лезвия. То есть обычного лезвия для бритвы, которое, собственно, и используется во всех лабораториях мира для гомогенизации образцов. На данном слайде представлены основные буферы, которые чаще всего можно встретить тоже в лабораториях цитометрии по всему миру. То есть ЛБ-01 буфер очень любит использовать в Чехии. Отто буферы, я думаю, многим знакомым, кто работал, либо читал литературу по этой тематике. Существуют два самых основных распространенных протокола. Это одношаговый протокол с использованием буферов, одного буфера, в котором, собственно, происходит и окрашивание, и изоляция ядер. Так и двухшаговый протокол, в нем изоляция ядер происходит в одном буфере, а окрашивание в втором буфере. В большинстве случаев это необходимо, если мы хотим, допустим, измельчить большое количество образцов и остановиться на первой стадии, перенести их в холодильник и постепенно использовать, окрашивать и анализировать. Пробоподготовка. Как я говорил, все заключается в том, что нам нужно подготовить буфер окрашивающий, если в двухшаговом протоколе, то и экстракционный, потом окрашивающий. Взять кусочек растительной ткани, в идеале живой, конечно же, измельчить его при помощи лезвия в данном буфере, профильтровать через нейлонный фильтр. Фильтр. Обычно это 50 микронный или 42 микронный фильтр, для того, чтобы на выходе у нас получилась суспензия ядер. Как я до этого говорил, мы в первую очередь, ну и основа, собственно, проточной цитометрии именно растений, это окрашивание ДНК в ядре. То есть, собственно, если бы цитометристы-медики, допустим, меня услышали, я бы сказал, да, это все основано на одном параметре. То есть на исследовании флюоресценции интеркалирующего красителя, то есть связывающегося с нуклеиновыми кислотами. Самые распространенные красители это пропидиодид и дапи. Пропидиодид и дапи, да. Ну, в 99% случаев, допустим, на нашей практике пригождается в основном только пропидиодид. То есть он подходит и для анализа плоидности, и для исследования содержания ДНК в ядре, исследования размера генома и последующих рассуждений о развитии, эволюции размеров генома исследуемой группы. Представление данных. То есть, в принципе, на любом проточном цитометре, вот мне, к счастью, удалось поработать на четырех разных цитометрах разных производителей. В принципе, съев за любой цитометр, можно открыть три основных гистограммы, которые нам необходимы. То есть первая гистограмма, однопараметровая гистограмма февресценции, с которой мы в основном и работаем. То есть в 99% случаев мы работаем с однопараметровой гистограммой. Второе, это однопараметровая гистограмма, которая снизу в правом углу бокового рассеивания. Тоже часто устанавливаются на всех цитометрах датчики бокового рассеивания. Они нам характеризуют поверхность исследуемой частицы, в данном случае ядра. У разных видов поверхность ядра, собственно, может быть разная, сильнее, более зернистая, более гладкая. Тем самым можно исследовать второй параметр, это боковое рассеивание. Но он нам чаще всего необходим для использования в двухпараметрах в гистограмме. Это вот dotplot. Мы видим три популяции выделенных. Они как раз различаются по уже двум параметрам. По флуоресценции PI-пропедиодит и по боковому рассеиванию. Тем самым мы можем убрать не мешающие нам или ненужные события и включить в анализ только те, которые считаем нужными. Так, в принципе, выглядит любой софт на любом цитометре. Можно открыть три гистограммы и исследовать наши образцы после пробоподготовки. Собственно, на данном слайде показано, что такое боковое рассеивание. Так как лазер попадает на капилляр, когда через него проходит ядро, то он рассеивается по-разному. Соответственно, у нас стоит два датчика. Один фиксирует, насколько сильно рассеивается свет от частицы. Второй фиксирует флуоресценцию, освещение ядра. Что же, собственно, мы можем исследовать благодаря проточной цитометрии? Я постарался собрать максимально большое количество случаев на моей практике, которые появлялись в ходе исследований разных групп растений. И, собственно, в ходе изучения самого метода, насколько он применим к разным приложениям, как ботаники, так и биотехнологии. В общем, науке растений. Первое, это, конечно, фаза клеточного цикла. Это единственное, наверное, что объединяет проточную цитометрию растений с проточной цитометрией из области медицины и иммунологии. Там тоже, в случае, допустим, исследования апоптоза исследуют клеточный цикл. В большинстве цитометров в программном обеспечении уже заложены алгоритмы по анализу клеточного цикла. В некоторых цитометрах их нет, но существует огромное количество, на мою память, наверное, как минимум пять программ, которых можно скачать. Некоторые платные, некоторые бесплатные, и там тоже можно анализировать клеточный цикл. Применимо к ботанике. Данный вид анализа полезен для, допустим, выявления максимального, наиболее оптимального времени для фиксации клеток растений. То есть, допустим, мы подбираем время, когда хотим посчитать хромосомы, и нам нужно выявить максимальное количество методических событий, методов. Данный способ, в принципе, применим. Данный подход именно в качестве подбора, скрининга клеточных делений, клеточных циклов. Ну и думаю, в инвитрокультуре, кто занимается инвитрокультурой, размножением растений инвитро, исследованием различных веществ химических на клеточный цикл, на удвоение, работы, связанные с полиплеидией, с индукцией полиплеидии, тоже данный аспект проточной цитометрии, я думаю, будет интересен. Естественно, если мы слышим проточную цитометрию, это сразу полиплоиды. То есть, всегда всех интересов ботаников это полиплеидия. Допустим, районировать биографические полиплоиды, как распределяется, выявить место происхождения, допустим, того или иного группы растений. Если ориентироваться, собственно, на теорию о том, что там, где распространяются диплоиды, значит, там вид, собственно, и произошел. Там происходит видообразование. Выявить, исследовать границы ареалов. На границах ареалов тоже часто встречаются именно полиплоидные растения. На данном слайде, собственно, и представлено, здесь слито несколько полиплоидов, но здесь три, на самом деле, полиплоидных вида. То есть, представлены они 2С4С8С на слайде. 16С и 32С – это ядра в стадии деления, то есть, G2 стадия метоза. Эндополиплоидия – одно из интересных тоже явлений, и многие, когда начинают работать с цитометрией, научившись, собственно, на каких-то там простых объектах, на начальных, получать хорошие гистограммы, качественно проводить правоподготовку, готовить качественные буферы, при исследовании уже своих объектов находят место, вместо двух пиков, которые характерны при исследовании живых видов, во всяком случае, живых образцов. Это первый пик 2С и второй пик G2 0 стадия метоза, то есть, ядра, находящиеся в стадии, готовящиеся к делению с удвоенным хроматином. На гистограммах мы часто можем встретить для многих видов именно несколько пиков. То есть, на данном слайде представлено, допустим, слева 2N, 4N, 8N и G2 стадия метоза. То есть, последний пик – это G2 стадия метоза. Предпоследний пик, он содержит клетки в стадии G2 стадии метоза и содержащие эндополиплоидные клетки. Третий пик, если справа отсчитывать, он также содержит эндополиплоидные ядра и ядра в стадии G2 метоза. Довольно-таки интересное явление, чаще всего происходит в стрессовых ситуациях у растений. Мы, допустим, на своей практике фиксировали, когда привозим, допустим, растения в интродукцию, у данных растений новые условия, они находятся в состоянии стресса и тем самым стимулируется эндополиплоиде. Где-то 30% случаев, когда мы исследуем живые растения, эндополиплоиде присутствует. На нашей практике наибольшее количество эндополиплоидных пиков, то есть эндополиплоидных ядер, доходило до 128С, то есть фактически там находилось около 5 или 6 пиков плюс пик G2 стадии метоза, но он уже скрывался там за границами гистограммы и фактически мы не могли его исследовать, потому что он уже не умещался, скажем так, в однопараметру гистограмму. В своей работе Барроу и Мейстер описывали, как раз выводили формулу для выявления уровня эндополиплоидизации. Данная формула применима и интересна при выявлении, собственно, либо биогеографически, мы хотим исследовать разные популяции и посмотреть, где наибольший уровень эндополиплоидизации, собственно, исходя уже из данной формулы, из данного показателя Cycle Value. Либо культура инвитера, опять же, при стимулировании гормонами, регуляторами роста, либо химическими соединениями, которые мы хотим исследовать, посмотреть. Также можно посмотреть стимуляцию эндополиплоидии, ну, либо, опять же, при исследовании стресса. Так, еще один пример эндополиплоидии, здесь уже поменьше пиков, всего лишь два и третий пик. Ну, в большинстве случаев признаком эндополиплоидии является появление третьего пика. У молодых растений часто второй пик бывает, иногда даже выше, чем первого, то есть это говорит о том, что большое количество клеток находится в стадии деления. Один из прикладных моментов использования цитометрии – это поиск миксоплоидии, то есть растений, содержащих внутри клетки с эндоплоидиями, ну, либо скрининг, исследование двудомных растений. В большинстве случаев, если размер генома, содержание ДНК позволяет, содержание ДНК и количество хромосом, собственно, размер хромосом, их длина и позволяет различить их на цитометре, то это является довольно-таки интересным приложением, потому что, допустим, если у растения содержится 15 хромосом с размером генома, содержанием ДНК в районе 10 пикограмм, то одна хромосома весит где-то в районе 0,5-1 пикограмма. Соответственно, в данном случае мы можем разделить их между собой. Когда же размер генома и сами хромосомы довольно-таки мелкие, там уже надо набирать, скажем так сказать, статистику, набирать большое количество, исследовать большое количество образцов. И в последующем подтверждать анализом хромосом, исследованием креотипа. Ну и, наверное, одним из наиболее распространенных случаев применения цитометрии это выявление гибридов. Собственно, у нас в ботаническом саду часто поддерживается большая коллекция интродуцированных растений из разных территорий. Собственно, каждый год она исследуется, и периодически мы находим растения, которые имеют странную морфологию, либо предполагаемую гибридную природу. Тогда действительно с помощью цитометрии можно поисследовать родителей предполагаемых, поисследовать потомство. И особенно если у родителей разное число хромосом, то выявить гибридизацию довольно-таки просто именно на цитометре. То есть происходит это, как указано на слайде, показан кариотип, в данном случае здесь лук. Так, 32 хромосомы у лука и гистограмма настроена. То есть мы нашли пик лука, нашли, собственно, подобрали настройки прибора, накопили достаточное количество событий и, собственно, исследуем дальше. В дальнейшем мы просматриваем второго родителя, потомство, не меняя настроек прибора. На следующем слайде вот второй родитель. Здесь у него 48 хромосом. Если обратить внимание, то он практически в два раза больше предыдущего образца. То гибридное потомство, растения гибриды, они имеют промежуточное значение. В данном случае 40 хромосом. И положение пика фактически посередине между пиками родителей. И между пиками родителей. Соответственно, и содержание ДНК, размер генома у него гибридный. То есть располагается между показателями размера генома родителей. Еще один интересный момент из нашей практики. Очень часто мы используем для анализа семена. Особенно если не получается выделить ядра из растений живых, гербарных. Неважно каких, из-за содержания каких-то полисахаридов, либо вторичных метаболитов такое встречается. Используем семена. Но что насчет семян? Насчет семян даже из диких популяций можно встретить вот такую гистограмму. В данном случае мы исследовали относительно стандарта семена, в данном случае здесь лопчатка, семена лопчатки. И выявили, что в одной популяции фактически с нескольких растений формируется два пика. Что, собственно, не характерно для гистограмм, которые мы получаем, исследуя семена. В дальнейшем мы валидировали данные события, то есть данные выявленные события. И пока действительно нам посчитали, что у разных семян, у проростков разное количество хромосом, разный хромосомный набор. В зависимости от того, какого размера семена, если они, допустим, мелкие, то там уже сложнее исследовать каждое семечко в отдельности. Соответственно, приходится брать там 10-20 семян и получать такие вот гибридные гистограммы с двумя пиками. Если семена позволяют, то можно исследовать уже каждое семя в отдельности и показать на отдельных гистограммах, что у нас разные кариотипы. Ну и, собственно, либо уже их прорастить и исследовать в дальнейшем морфологию, исследовать, собственно, кариотипы, исследовать содержание ДНК уже из живых растений. Ну, однако, семена содержат большое количество РНК в зародыше и в эндосперме, поэтому в данном случае желательно обрабатывать все качественно приготовленными РНК зами. Потому что, как вот в предыдущих слайдах было, я говорил о одношаговом, двухшаговом протоколе, многие исследователи еще инкубируют ядра в термостатах при плюс 37 градусах, чтобы максимально избавиться максимально от РНК в образце. Ну и в любом случае не стоит забывать о сопоставлении цитометрии и кариологии, потому что в большинстве случаев внутри одного рода или близкой группы растений длинный хромосом у видов приблизительно одинаковый. Соответственно, в случае, если мы исследуем полиплоидный комплекс внутри одного рода, то количество хромосом прямо коррелирует с содержанием ДНК, размером генома. У крупных, у растений с крупными геномами, с крупными хромосомами, конечно, можно составлять диаграммы и посчитать, в принципе, содержание ДНК для каждой хромосомы в отдельности. Также одно из приложений, я вот, наверное, забыл здесь на слайд добавить, была статья у Долицела. В принципе, в данной статье он разделял уже не сами ядра, но разделял и смеси крупные хромосомы. В данном случае интересное приложение сортинг хромосом и в последующем его секвенирование отдельных хромосом. Но, опять же, это больше применимо к растениям с крупными хромосомами. Также один из основных и наиболее часто используемых приложений проточной цитометрии – это исследование типа размножения. Насколько вы знаете, что ядро и зародыш, зародыш и эндосперм содержат, могут иметь разную пловидность. Обычно при классическом половом размножении у нас диплоидный зародыш, триплоидный эндосперм. То исследуя семена, можно посмотреть клетки с какой пловидностью содержатся в семени. И вот Мацк в своей работе привел довольно-таки интересные результаты. То есть он, насколько я знаю, проводил гистологию и охарактеризовал гистограммы семян относительно того, какой половой процесс происходит в разных растениях. Собственно, как я и говорил, 2С и 3С – это классическое половое размножение. Ну и, собственно, дальше приводятся различные типы апамиксиса. Да, и что касаемо семян. Очень часто при исследовании семян можно допустить ошибку, принимая во внимание только один пик. Соответственно, нам нужно сравнивать гистограммы семян и провести хотя бы небольшое скрининговое исследование, посмотреть гистограммы растений, содержание ядер в листьях, стеблях и в других частях растений. Потому что, допустим, на данном слайде приведено, в случае, если зародыш недозрел, либо он очень маленький по отношению к эндосперму, мы можем ошибиться и принять за диплоидный пик, за зародыш пик именно эндосперма, потому что пик зародыша практически не виден. То есть количество ядер настолько недостаточное выделяется, что можно допустить такую серьезную ошибку. Ну, в данном случае помогает действительное исследование, предварительное исследование листьев, тканей, не входящих в генеративные органы. То есть вот здесь на второй гистограмме, как раз право, приведен пик 2С именно эмбриона, но здесь семена более зрелые и плотность клеток зародыша позволила, собственно, исследовать, проявить его на гистограмме. Также один из способов, один из моментов, которые мы можем применять в проточной цитометрии, это исследование апоптоза, ну, или гибели клеток. В принципе, некоторые исследователи, да, исследуют процессы отмирания клеток растительных. Допустим, можно исследовать в процессе вегетации, начиная от самого начала, то есть с весны по осень, исследовать вегетацию, исследовать, насколько, какое количество деградирующих клеток присутствует на гистограммах. То есть, если вот мы видим такой вот шлейф небольшой слева, он может содержать как деградирующие клетки, так и, скажем так, цитозоль, то есть содержание компоненты цитоплазмы. Вот, однако, если сравнивать между собой образцы, то выводы о том, какое количество клеток содержит разрушающую ДНК, какое количество нормальную ДНК позволит нам, собственно, сделать выводы о том, насколько клетки отмирают. Вот в данном случае здесь приведен образец пиона, насколько я помню, такой уже в конце вегетации, после того, как он отцвел, и начали появляться, собственно, разрушающиеся ядра. Как вариант использования цитометрии, ну и, собственно, наверное, один из применений, приложений, при которых используется краситель ДАПИ, это второй краситель поточной цитометрии растений, это исследование АТ-ГЦ состава, исследование гетрохроматина, эухроматина. В данном случае используется сравнение данных, полученных при окрашивании ДАПИ и при окрашивании пропидиодидом. Так как ДАПИ окрашивает только АТ-богатые основания, то сравнивая полученные данные, можно сделать вывод о содержании АТ-ГЦ состава. Ну и, естественно, в данном случае надо также иметь стандарт с известным содержанием состава АТ-ГЦ. Существуют утилиты АТ-ГЦ-флоуна, тоже общедоступна, и, внося в нее данные, можно, собственно, относительно стандарта выявлять АТ-ГЦ состав. Ну и на чем, собственно, основаны все умозаключения, которые мы получаем при работе с проточной цитометрией, это содержание ДНК. Собственно, как я и говорил, пропидиодид окрашивает, флюоресцирует только при... Он интеркалирующий краситель, и он флюоресцирует только, когда связан с нуклеиновыми кислотами. Методы расчета содержания ДНК довольно-таки простые, то есть мы совместно исследуем образец с известным содержанием ДНК и неизвестный образец. Либо режем их вместе, либо смешиваем после того, как порезали в отдельности. Отмечаем пик, допустим, P1 – это пик образца, и P2 – это пик стандарта с известной площадью, с известным содержанием ДНК. Отметив, если вывести статистику, которая, собственно, также одинакова на всех цитометрах, то мы увидим такой показатель, как мин – содержание среднее положение пика на гистограмме. Сравнивая положение пика стандарта и образца, мы вводим такой показатель, как индекс или пикс-ратиос отношение пиков. Вот именно вот эти два термина чаще всего встречаются в литературе. Индекс или пикс-ратио – это фактически простая пропорция деления положения пика стандарта и пика образца. Соответственно, зная содержание ДНК в стандарте, мы можем высчитать содержание ДНК в образце, то есть простым умножением или делением. Размер же генома, если следовать терминологии цитометристов, это несколько другое. Это количество оснований нуклеиновых боспар в геноме, в голоплоидном геноме растения исследуемого. Рассчитывается оно из-за показателей цитометрии довольно-таки просто. Учитывая, что среднее содержание нуклеотидов в одном пикограмме ДНК содержит 978 миллионов пар оснований, то размер генома выводится также простым умножением на известное количество боспар в одном пикограмме. Часто при чтении статей или исследовании своей группы именно по исследовать цитометрию растений своей группы можно встретить такой термин, как внутренняя или внешняя стандартизация. Это подходы, используемые при как раз таки расчетах этого индекса, пикс-ратио, ну и по следующим данных по содержаниям ДНК в исследуемом образце. Внутренняя стандартизация представляет из себя такой вариант правоподготовки, когда стандарт, стандартный образец и исследуемый образец измельчаются одновременно в окрашивающем буфере и исследуется, скажем так, в одной пробирке единовременно уже цитометром. Тем самым мы получаем такую совмещенную гистограмму с двумя пиками, где также один из пиков появляется стандартом, другой образцом. Собственно, в дальнейшем простой пропорцией высчитывается содержание ДНК в исследуемом образце. В случае внешней стандартизации мы исследуем образцы по отдельности. То есть они и пробукатковка их проходит, измельчение по отдельности, и исследование проводится на цитометре по отдельности. В данном случае строго необходимо придерживаться правилу не изменять настройки гейна, настройки усиления, то есть настройки прибора цитометра. Если мы настроились на стандарт, запомнили положение его пика, дальше трогать настройки цитометра не стоит. Иначе, если мы изменим гейн даже на одну единицу, на один вольт, у нас пик переместится вправо или влево, в зависимости от того, уменьшили ли мы гейн, либо увеличили. Соответственно, в последующем все образцы стоит исследовать без изменения настроек прибора. В чем разница, собственно, между внешней и внутренней стандартизацией? В большинстве случаев для исследования плойдности, быстрого скрининга плойдности, достаточно внешней стандартизации. Она проще. Благодаря ней, благодаря внешней стандартизации можно исследовать большое количество образцов за ограниченное количество времени. Но может возникнуть так сказать полиморфизм, связанный с пробоподготовкой. Считается, что у растений во многих группах растений содержатся вторичные метаболиты, которые связываются также с ДНК и затрудняют грубо говоря связывание интеркоррелирующего красителя с ДНК и могут влиять на уже данные флюоресценции. Ну и собственно в последующем все данные получаемые при исследовании на цитометре. В случае внутренней стандартизации на предыдущем слайде мы исследуем образец вместе с стандартом и со стандартом. И соответственно метаболиты, содержащиеся в стандарте или в исследуемом образце одинаково влияют и на ДНК стандарты и на ДНК образца. Тем самым мы получаем более точную пропорцию, чем при внешней стандартизации. Обычно на практике мы исследуем заранее эти моменты, есть ли, присутствуют ли вообще в группе вторичные метаболиты. Зачастую они представляют из себя, ну то есть очень такое влияние значимое на флюоресценцию того же пропидиадиды оказывают антоцианы, то есть растение, которое содержит большое количество антоцианов, там несомненно будет погрешность, будет полиморфизм между данными, если мы будем применять внешнюю стандартизацию. Есть еще такой вариант, как псевдо-внутренняя стандартизация, когда мы образцы измельчаем по отдельности, потом образец и стандарт, потом смешиваем в одной пробирке и исследуем собственно в одной пробирке, но образцы измельчались в разных чашках Петри, в разных буферах. В данном случае тоже считается многими авторами, что метаболиты образца или стандарта не могут повлиять на связывание красителя при окрашивании и также может появиться ошибка такая же, как и при внешней стандартизации. Вот недавно я исследовал такое сложное в плане метаболитов растения. Здесь была, насколько я помню, петрушка, у нее было достаточно большое количество собственно хлорофила, то есть получился такой зеленый раствор после измельчения, ну и собственно она сама по себе содержит еще другие полифенольные соединения, пахучие соединения, и при то есть на данном слайде на гистограмме видно, что я добавил образец в образцы полученной внутренней стандартизации и собственно стандарт отличается стандарт немного отличается от стандарта полученного при внутренней стандартизации. то есть грубо говоря вот эти два маленьких пика находящиеся друг с другом это один и тот же стандарт но левый пик измельчался вместе с образцом в одной чашке в одном буфере и после этого я добавил стандарт который измельчался отдельно то есть соответственно оба обе пробирки были выдержаны достаточное время для окрашивания пропидиадидом я их даже инкубировал при плюс 37 градусов здесь никаких вариантов связанных с РНК или недостаточным окрашиванием пропидиадида нет то есть соответственно псевдо внутренней стандартизации также примерно дает те же самые результаты что и внешняя стандартизация поэтому основной вывод из подходов к стандартизации это если мы исследуем проводим скрининг по плой плой образцов можно использовать как внешнюю так и псевдо внутреннюю стандартизацию если мы выводим хотим вывести точные значения содержания ДНК для вида либо для популяции уже проводим нормальную внутреннюю стандартизацию да это конечно дольше то есть можно за день проанализировать 100 образцов поплоидности а потом в течение недели пытаться получить хорошие гистограммы для рассчитывания содержания ДНК и размера генома опять вернемся к стандартизации если проблема заключается еще и в том что размер генома растений имеет очень широкий диапазон то есть одни виды содержат ДНК в районе 0.1 пикограмма самое наименьшее значение насколько я помню это 0.12 пикограмм 2С самое большое это парис японский он содержит почти 150 пикограмм ДНК и тем самым гистограмма в принципе не рассчитана для того чтобы сравнить 0.2 пикограмма со 150 пикограмм в любом случае один из образцов будет вне зоны видимости один будет слишком яркий другой будет очень тусклый вот на слайде как раз представлено исследование селегинеллы у него очень маленький геном здесь селегинелла краусиана его содержание ДНК 0.2 пикограмма в сравнении со стандартом 0.9 пикограмм ну и собственно проведена проведена фотография хромосом то есть 20 хромосом при 0.2 пикограммах это очень мало это фактически 0.01 пикограмм на хромосому на данном слайде уже хромосома лука здесь алиум нутенс 32 хромосомы и собственно проведено тоже содержание ДНК 36.6 пикограмм то есть фактически разница колоссальная то есть для мелких геномов и для крупных геномов тоже существует некоторые различия в подходах цитометрии особенно в выборе стандартов на слайде представлены различные виды селегинел которые исследовались на цитометре здесь я хотел показать собственно основное применение цитометрии основное применение цитометрии это конечно же исследование пловидности и выявление корреляции их с количеством хромосом то есть так сказать попытка где-то облегчить жизнь исследователей и заменить заменить такой несколько сложный и нудный процесс подсчета хромосом цитометрии то есть исследованием содержания ДНК в ядре ну допустим для селегинел здесь все логично все понятно 20 хромосом 0,2 пикограмма 30 хромосом 0,3 пикограмма плюс-минус 50 хромосом 0,5 пикограмм в большинстве случаев приводится в данной работе мы выявили как раз таки полиплоиды в у селегинел то есть данных было немного на самом деле в литературе то есть там фактически только для краусианы приводилось 30 хромосом то есть триплоид собственно и все чем еще примечательность селегинела почему я хотел показать именно вот эту картинку так это ее сохранностью в гербарии то есть мы вот выделили самый старый материал вот под гистограмм под буквой К это гербарий 1928 года более-менее отчетливый пик ну даже не отчетливый но очень даже хороший если по сравнению если сравнивать с исследованием некоторых гербарных образцов даже свежих там можно собственно и ничего не увидеть в данном случае гербарий 1928 год довольно-таки хороший пик это оценивается в том числе и по дотплоту то есть довольно-таки распределение ядер очень хорошее по боковому рассеиванию то есть они не так сильно разрушены самый старый образец был это тоже селегинелла селегинелла сангвинолента 1896 год по-моему там образец был из Афганистана понятно что сухой климат сбор гербарий сохнет хорошо пик конечно был разрушенный но можно было сориентироваться на плойность то есть он располагался его было видно правда ядер конечно было немного но все равно было видно и можно было сказать что да это диплоид ну и собственно да полиплоидный ряд сангвиноленты по ареалу мы исследовали от Дальнего Востока до Байкала и вот собственно цитометрии мы это и выявили потому что сами понимаете у споровых растений считать хромосомы довольно таки сложно и проблема даже не с подсчетом а с материалом следующее применение это собственно сравнение с литературными данными сравнение с количеством хромосом которые опубликованы либо вы подсчитали собственно так же селегинеллы так же как я и говорил довольно таки прямая корреляция количества хромосом плойидности и содержания ДНК как по литературным данным так и по нашим мы тоже читали действительно там 0,2 пикограмма это 18-20 хромосом дальше сложнее потому что у некоторых групп растений в том числе у селегинеллы несколько основных хромосомных чисел и соответственно для группы той же группы сангвинолента известно считается что теоретически возможно 18 возможно 20 хромосом то есть 9 либо 10 основное хромосомное число для других селегин там известно и 8, 7 и даже 6 насколько я помню из литературы собственно теоретически даже не подсчитывая количество хромосом можно вывести стараться вывести зависимость прямая зависимость или не прямая зависимость от содержания ДНК от количества хромосом собственно мы подошли к одному из самых важных наверное моментов цитометрии это стандарты какие стандарты использовать вот на слайде приведены самые основные стандарты это в первую очередь стандарты долежила чешские ну и собственно они в большинстве случаев используются в мире китайцы часто используют рис у резусатива немцы петерселином к риску то есть он здесь тоже приведен то есть петрушка выведена Бермайером алиумцепа то есть алиумцепа кстати разными авторами также выводились разные значения по содержанию ДНК да вот алиумцепа часто используют теми же самыми немцами в Германии англичанами штутгартенризен тоже очень такой известный сорт он у нас очень распространен в стране поэтому можно собственно его купить посадить и использовать в качестве стандарта однако я бы обратил внимание о том что алиумцепа разные сорта и разные авторы разные года имеют разные значения это связано в большинстве случаев с разными подходами допустим если с разными подходами к исследованию содержания ДНК допустим если раньше исследовали фульгеновской денситометрии содержание ДНК биохимическим способом ну либо по общей флюоресценции в пробирке исходя из количества клеток подсчитанных в данной пробирке то данные будут разные собственно если сравнивали при очень часто фульгеновской денситометрии исследовали допустим содержание ДНК у мелких геномов даже встречались работы по той же селе генели у которой там 0,2 пикограмма ее сравнивали с луком алиумцепа 33 пикограмма то есть в этом собственно в большинстве случаев и заключается разница в содержании ДНК кроме того если сделать такую небольшую историческую справку то там изначально для измерения содержания ДНК использовали два основных стандарта это лейкоциты так сейчас вспомню простите эритроциты курицы CRBC либо эритроциты лосося то есть сравнивали содержание ДНК в геноме курицы лосося и там растений в последующем перешли на содержание ДНК у человека тогда было известно что содержание ДНК у человека один пикограмм 2С 7 пикограмм 2С в последующем собственно в начале 2000-х геном человека был расшифрован и геном человека несколько уменьшился практически процентов наверное на 30 до 6,5 пикограмм в мегабаспарах это порядка 6 6,2 гигабасы что-то в этом духе в этом собственно как мне кажется и заключается разница в стандартах и разница в подходах недавно вышла как раз публикация очень интересная здесь вот авторы довольно-таки известные цитометристы Долицел Шмарда Темш Ева вот и они буквально вот в сентябре публикация вышла с рекомендациями по стандартизации честно говоря это очень сильно облегчило жизнь но и одновременно и запутало меня во всяком случае как цитометриста потому что приводится несколько значений для одного и того же растения допустим если наэрофанус сатиу сорт сакса впервые был исследован исследован долежилом по стандарту мужские лейкоциты человека мужские 7 пикограмм 2С и значения приводились как 1.11 и там в последующем практически 20 лет он использовался как один из распространенных стандартов то последние наверное лет 5 существует такой тренд у цитометристов это пересчет использование так называемых золотых стандартов полстендартов это рис орезосатива непсорт непонбаре и собственно геном человека но так как долицил использовал для расчета своих стандартов геном человека 7 пикограмм а сейчас он там в районе 6 с половиной в этом заключается разница которая равна где-то 30% в некоторых работах долициловские стандарты были пересчитаны либо по орезосативе непонбаре в мегабаспарах либо по данным размера генома человека и уже используется скажем так приводится абсолютное содержание ДНК в миллионах пар оснований либо потом пересчитаны уже в пикограммы основной посыл данной статьи заключается в том что пожалуйста как я понимаю пожалуйста используйте один из двух приведенных значений чтобы в последующем цитометристы ботаники систематики ученые занимающиеся эволюционной биологией в других лабораториях могли пересчитать на те подходы которым склоняются они собственно в данной работе и приводятся основные стандарты которые я здесь не все привел на слайде только часть самых распространенных здесь вы можете увидеть глицин полянка была два с половиной стала 2.07 в принципе это даже удобно потому что если мы заглянем в литературу и посмотрим содержание ДНК у растений которыми вы занимаетесь то в любом случае будем ориентироваться на уже опубликованные данные и если у нас что-то идет не так если есть какая-то разница то в большинстве случаев она связана именно с подходами к стандартизации в данном случае в данном случае конечно все доли целостские стандарты они где-то процентов на 30 подвинулись в меньшую сторону и наверное если раньше содержание ДНК называли Relative Nuclear DNA Content потом начали называть его Absolute Nuclear DNA Content то в данном случае наверное это именно самый правильный тренд что на абсолютное содержание ДНК но однако все равно если мы будем использовать доли целостские стандарты или стандарты допустим Rederbenoficinalis так нет Rederbenoficinalis она стандартизировалась по Raffanus Sativus SACS 1.11 пикограмма соответственно там в принципе все данные будут примерно одинаковыми у в любой лаборатории на любом цитометре так сейчас я вижу ну допустим тот же самый Allium C Stuttgart Risen здесь разница будет примерно в 10% все равно даже если мы пересчитаем его на Oris Sativa Nippon Barre или на Human Leco Cid по 6,5 пикограмм поэтому посыл данной статьи такой используйте пожалуйста один из приведенных значений что в последующем ну и один из приведенных стандартов что в последующем можно было пересчитать данные сравнить между лабораториями очень полезная статья советую читать там приведено собственно и рассказано про внутреннюю внешнюю стандартизацию и показаны некоторые моменты по созданию скажем так своих стандартов то есть если у нас какой-то из стандартов попадает в содержание ДНК исследуемого образца и нет по-другому другого стандарта в два раза большего или в два раза меньшего в полтора раза меньшего ну то есть чтобы пики не сливались тогда можно взять какое-то удобное растение которое у вас есть всегда под рукой и относительно приведенных в данной статье стандартов исследовать содержание ДНК в данном растении его уже использовать в качестве стандарта довольно-таки занимательно вот ну и в заключении хотелось бы сказать о базах данных которые самые распространенные по цитометрии это естественно QC-Value Database я думаю многие в первую очередь там и ищут свои первоначальные данные чтобы начать работу но мало кто знает есть еще Flower база данных она раньше пополнялась велась насколько я знаю в Чехии но вот сейчас вот я сегодня делал скриншот написано что база данных больше не поддерживается очень жаль ну и остается собственно QC-Value Database любое начало работы на цитометрии для новой группы растений с которой вы не работали начинается с QC-Value Database та же селегинела я захожу и смотрю кто работал во-первых какие авторы в какой работе приводили значения по DNA маунт содержания ДНК какой метод использовали то есть если я вижу здесь флоуцитометрии ВСПА то данные должны быть примерно сопоставимы при условии если мы используем один и тот же стандарт если это фульген дэнситометрии но там могут быть различия конечно но это можно собственно в методологии написать почему ваши данные разнятся вот ну что спасибо за внимание вопросы я все большое спасибо Михаил Викторович какие будут коллеги вопросы наверняка вот Кирилл хочет задать вопрос Добрый день Дмитрий Добрый день Михаил спасибо за презентацию Михаил я хотел уточнить вы говорили про полиплоидию в своей лекции а что касается эндоредуплицированных ядер как вы их учитываете и какой материал вы берете так чтобы в ваши обсчеты не попали эндоредуплицированные ядра ну их сразу видно на гистограмме так сейчас я найду это понятно что их видно они там 8-16 и так далее ну желательно подбирать стандарт в случае если большое содержание эндоредуплицированных ядер желательно чтобы стандарт находился левее от то есть в меньшую сторону от исследуемого образца ну и мы в расчет просто не берем последующие пики то есть второй третий и так далее просто в семенах которые вы тут упоминали большое количество эндоредуплицированных именно ядер и если даже вы выделяете зародыши то и ксилема прежде всего тоже содержит большое количество именно эндоредуплицированных ядер в данном случае стоит аккуратно просто подходить к правоподготовке и сразу не говорить что вот я получил значит это правильно нет надо посмотреть сравнить разные части растений в большинстве случаев в тех же семенах основное это эндосперм и зародыш зародыш даже если очень маленький в нем видимо очень плотно клетки расположены большое количество ядер и соответственно в большинстве случаев он-то и дает основной пик очень редко когда пик эндоспермы больше пика образца нет это понятно больше чем пик зародыш но эндоредуплицированные ядра то есть у вас просто получается что пик эндоредуплицированных ядер он маленький да он просто скажем так уходит в базовую нулевую линию мы видим основной основные ядра так селем это мало все-таки наверное ну да наверное интересно попробовать в районе Камбия изучить какой-нибудь там взять ну там надо препарировать будет 2,2,4 наверное интересно взять какой-нибудь простой объект сосну то же самое ну вот в данном случае на инстаграме представлено 3,4,5 вот здесь и шестой пик его даже не видно то есть видно что он на погранице растет но в большинстве случаев используется только пик 2C первоначальный да для ваших целей для ваших расчетов я понимаю хорошо и я не увидел в вашей презентации собственно говоря pipeline это вы привели а вот как вы красите пропидиум так ну как я говорил мы используем вот в своей лаборатории я всегда использую в 99% случаев одношаговый протокол то есть делаем буфер в большинстве случаев это 3-с магнихлор буфер с него начинаем дальше начинаем добавлять компоненты которые скажем так ингибируют полифенолы и антоцианы другие вторичные метаболиты готовится буфер он хранится в холодильнике перед работой отливается нужное количество буфера нужный объем допустим 50 миллилитров на 50 образцов и добавляется пропидиадид конечная концентрация 50 микрограмм либо адапи добавляется рНК замеркаптоэтанол ну и другие компоненты то есть для некоторых сложных образцов допустим очень много вразосветных вторичных метаболитов и полифенолов там дальше уже полет фантазии можно добавлять и глутатион и поливинилперлидон и меркаптоэтанол да понятно а меркаптан вы для чего добавляете ну вот он классический как ингибитор полифенолов он же при выделении ДНК стабом это классический если не добавить меркаптоэтанол у нас будет не зелененький раствор а темно-бурого цвета понятно то же самое хорошо ясно и ядра не разваливаются нет ну они разваливаются если если мы используем там допустим затупилось лезвие они разваливаются это можно увидеть по характеру пиков есть ли шумы в левой части вот здесь вот допустим видно что есть небольшое количество шума ну и собственно на дотплод в инстаграме ее видно то есть вот здесь вот это я смотрел нарезаете мелкий салат да это нарезается просто представляю это выглядит измельченная да мелко измельченный образец бритвой обычной безопасной бритвой самый основной кстати расходный материал да у любых цитометристов вот я был в Чехии в лаборатории где работали на цитометре там всегда знакомо только заходишь сразу слышно вот такой вот звук начинает резать бритвы так понятно там цитометристы что-то там исследуют ну это в любой лаборатории мира спасибо вопросы охраны то да наверное серьезно стоят да ну я просто подобрал для себя как правильно держать ту же бритву использовать плотные перчатки ну каждый цитометрист у каждого свои подходы и работает то как удобно но за основу конечно лежат вот эти одношаговые двушаговые протоколы а дальше полет фантазии понятно коллеги может быть еще какие-то есть вопросы к докладчику по моему виктор борисович хочет что-то сказать да плохо слышно виктор борисович если вы хотите что-то сказать вас не слышно видимо погода нет вот теперь слышно слышно да из Петербурга а тогда это тогда это не кто-то еще ну вы имеете ввиду там какие-нибудь эндофитные грибы да 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 в том числе ну дело в том что содержание ДНК любых грибов оно гораздо меньше там 0,1 пикограмма и соответственно их просто не видно на гистограмме вот они просто остаются частью шума вот этого то есть шлейфа слева от пика уходящей границы к нулю да это было бы интересно конечно посмотреть ну вот в принципе даже это возможно сделать по наверное по боковому рассеиванию по сравнению графиков флюоресенции с боковым рассеиванием можно найти данные ядра но здесь уже надо поработать поисследовать данный подход спасибо дорогие коллеги может еще какие-то есть вопросы у меня есть вопрос да пожалуйста Виктория Семеновна добрый день Миша спасибо за интересный доклад очень раз вас видеть слышать мне доводилось много читать статей из этой области и всегда еще один параметр который указывают в методах это количество ядер оно бывает 5 10 20 тысяч важный ли это параметр и зависит ли он от прибора от настройки или от задач параметр я считаю что важный но в каждой группе растений всегда по-разному то есть я всегда начинаю исследовать допустим приходит новая группа растений мне приносят я говорю ну желательно сначала с живого на живом исследуем какая плотность клеток сколько клеток в определенном объеме тканей можно ли в принципе накопить эти вот 5-10 тысяч ядер ну классически да не меньше 5 тысяч ядер обычно если больше 5 тысяч ядер то данные более точные то есть они содержат меньший коэффициент вариаций между собой собственно погрешность между измерениями уменьшается там в своей монографии вот у доли целла там вообще приводится что идеально это 50 и 100 тысяч ядер исследовать но такое количество ядер можно выделить допустим из каких-то овощных культур то есть из какой-то травы из разосветных это очень сложно с тех же лапчаток если я работаю с лапчатками с цитометрией лапчаток там нужно наверное целиком куст изрезать чтобы выделить эти 5000 ядер то есть во-первых вторичные метаболиты во-вторых полисахариды и в-треть видимо низкая плотность клеток не позволяет набрать эти 5000 ядер хорошо если набирается если нет приходится работать с тем чем есть и ориентироваться все-таки на плотность когда уже речь заходит о содержании ДНК ну здесь надо стараться надо исследовать разные части растений то есть пытаться выделять из черешка из листа для тех же лапчаток японцы писали что самый оптимальный вариант это лепестки то есть там нет метаболитов там нет полисахаридов и там можно накопить да там нужное количество из гербарии это не всегда возможно то есть все приходят все говорят мы хотим поработать но у нас есть только гербарий там базного возраста поэтому приходится уже набирать ну я для себя набираю там минимум 2000 ядер для скрининга стараюсь 1000-2000 если выводить уже гистограммы на публикацию то есть иллюстрацию готовить то стараюсь набирать 5000 но если нет такой возможности либо образца очень мало либо там какое-то одно семечко то многие просто не упоминают этого методика что мы набирали 5000 ядер 10 тысяч ядер 15 тысяч ядер вот спасибо ну дорогие коллеги еще может какие-то есть у кого-то вопросы я еще спрошу да конечно конечно пожалуйста Михаил не кажется ли вам что с развитием программ сепенирования измерения содержания ДНК с помощью цитфотометра будет уходить в прошлое ну вряд ли я понимаю что это по скорости разные методы но тем не менее большое число видов сейчас эквенировано и вы совершенно правильно сказали что анализ собственно генома человека показал что измерение с помощью интеркалирующих красителей не очень точно показывает те данные которые получаются с помощью фотометра ну вот на данный момент как я говорил тренд идет именно на этот absolute genome size то есть именно использование данных секвенирования растений которые были отсеквенированы в качестве стандарта для проточной цитометрии собственно говоря многие мои знакомые которые там работают с полногеномным секвенированием они приходят и говорят вот мы хотим отсеквенировать хотим оценить примерный размер генома то есть чего нам ожидать какое покрытие там и так далее ну исследуем берем доли салатские стандарты исследуем я говорю ну вот там один пикограмм если это диплоид делим пополам то вот 05 пикограмма это где-то там 0,4 мегабаспара то есть 400 мегабаспара оценочного метода перед глобальным секвенированием это первое да это первое а второе ну не секвенировать же там весь ареал произрастания вида если мы говорим о биогеографической эволюционной работе то есть да один вид можно посмотреть ну то есть использовать секвенированием его проанализировать использовать уже исследованный вид как стандарт для исследования его распространения его полиплоидов по миру или по ареалу то есть не секвенирование каждую популяцию хорошо вы как раз затронули исследованием видов и биогеографии с помощью цитфотометра не кажется ли вам что все-таки эволюция отдельно в пределах миллионов популяций и прочее идет не по все-таки не по весу генома а все-таки как-то ориентируясь на смысловую часть то есть на гены на сами то есть подсчет массы наверное хорошо но далеко идущие выводы наверное стоит ли делать да ну вот основной вывод цитометрии это какая пловидность исследуемого образца то есть быстрый скрининг это самое первое что мы можем вывести какие-то другие теоретические аспекты ну да пловидность да я соглашусь да чиняется ввиду не столько содержания сколько число наборов да всегда если допустим мы исследуем новый вид для него неизвестно количество хромосом нужно привести и кариотип чтобы показать есть ли корреляция между содержанием ДНК и кариотипом спасибо единственные наверное теоретические аспекты которые выходят из цитометрии почему там не распространена практически какие-то статистические методы одним из единственных выводов это уменьшение как это называется даунсайзинг размера генома то есть уменьшение размера генома в полиплоидных рядах то есть при акте полиплоидии теряется часть моноплоидного генома и это выводится из собственно 2С из содержания ДНК из объекта если это татроплоид в дальнейшем это собственно содержание ДНК делится на 4 мы получаем размер полиплоидного генома и исследуем внутри полиплоидного ряда внутри рода это всегда с точки зрения измерений датафотометра это все таки будет несколько условное условно да хорошо ну ладно какие еще будут комментарии я вот не знаю почему если сравнивать смешать вместе разные цветотипы наверное даже не очень условно будет если вот он наверное будет просто вот виден все да обычно ну если мы допустим исследуем 2C 3C то есть стандартную гистограмму это вот первый пик второй пик там уже разница как минимум там не в два раза а в 1.95 раза в 1.98 раза различие понятно это ошибка там самого метода плюс-минус 3% ну да я как раз вот про это про ошибку метода интеркалирующие красители ну в принципе все заключается в исследовании большого количества образцов внутри исследуемой группы там диплоид тетраплоид мы исследуем его по ареалу выводим размер моноплоидного генома и теоретически можем сказать что в той популяции где моноплоидный геном наибольший в том месте вид и произошел естественно валидируя это данными так сказать подходить интегративно данными секвенирования молекулярных маркеров хлороклассных маркеров ядерных маркеров глуполтипированием желательно то есть цитометрия это можно сказать начало метод который позволяет проводить быстрый скрининг по ареалу быстро проанализировать предположить аплоидности и в последующем валидировать его подсчетом хромосом и доказывать уже свою теорию сама по себе то есть цитометрия я бы не сказал что сильно публикабельна то есть ее нужно дополнять всегда то есть дополнять хромосомами дополнять молекулярными данными гистологическими данными и прочим 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 понятно ну что есть ли еще какие-то вопросы можно у меня еще вопрос будет такой чисто технический но вот предположим мы в поле находимся и у нас есть положение что объект который мы исследуем что там могут быть какие-то как диплоиды так и полиплоиды в популяции или вот вид демонстрирует какие-то полиплоидные образцы и так далее и так далее вот чисто технически как мы должны в поле собрать материал чтобы впоследствии успешно его исследовать лаборатории считается что желательно прям чтобы был живой как работают допустим европейцы те же чехи я у них спрашивал я говорю ну вот какой материал лучше всего для цитометрии для размера генома живой лучше life's beta мы прыгаем прыгнули в нашу шкоду поехали в альпу собрали материал через два дня в холодильник набили в сумку в холодильник вернулись неделю исследуем неделю исследовали уехали не знаю в карпаты там пособирали вернулись вот но в наших условиях с учетом нашей большой страны это невозможно поэтому для той же пловидности в принципе даже и гербария достаточно то есть если ориентироваться на пловидность показать что действительно есть там полиморфизм если выводить уже показатели 2С содержания ДНК то качественно просушенный силикагель потому что некачественно просушенный силикагель значительно увеличивает вот этот вот шлейф и разрушающиеся ядра здесь в данном случае будет ошибка процентов 10 в меньшую сторону что еще мне знакомый рассказывал что в Европе его коллега в Бельгии фиксирует в уксусном алкоголе прям листья у меня честно говоря не получилось я фиксировал у меня не получилось их скажем так восстановить то есть я их насыщал потом фосфатными буферами окрашивал но было хуже но видимо какой-то секрет есть свой семена но опять же здесь аккуратно там может быть полиморфизм как я говорил семенного потомства там можно увидеть разницу те же самые те же самые луки у них там в соцветии несколько десятков цветков они могут одни цветки гибридизировать другие цветки самая пыля с третьих апометис происходить вот у злаков такая же история у злаков такая же история да-да-да-да вот поэтому заранее прорабатывать эти моменты для исследуемой группы если взять живой образец высушить его в гербарии качественно посмотреть как это повлияло на данные на собственно гистограмму на качество гистограмм попробовать ликогель попробовать разные части растений вот если допустим многие розацы вот они в принципе от цитометрии не идут то есть там ну невозможно там их анализировать поэтому ну стараемся берем там черешок где поменьше метаболитов этих полисахарида которые превращают собственно всю правоподготовку в ад где там такая образуется слизь фактически кисель и анализировать уже невозможно надо искать да разные части растений анализировать их но здесь тоже есть момент определенный попадалась публикация где у растений вот та же самая по-моему у Трифолиума Трифолиум Репенс и у Коридальсов каких-то в разных частях растений была разные были разные гистограммы то есть содержание ткани ткани высокоспециализированные допустим даже там допустим ксилема диплоидная а флоема тетраплоидная то есть они делали такие выводы потому что допустим в стеблях нет в корнях не выявлялся в принципе диплоидный пик то есть пик 2С либо он был очень маленький то есть содержание ядер было минимальным вот они собственно порезали буквально растение по кусочкам и привели гистограммы в разных частях растений и здесь тоже может быть ошибка если там порезали черешок и там оказалось что нет диплоидных ядер то есть заранее для каждой группы надо нарабатывать опыт понимать что у них там происходит понимать какие гистограммы мы увидим сколько пиков должно быть и сколько получается и даже при каком гене цитометра они будут расти спасибо спасибо очень интересно а у какого растения корни диплоидного вот коридолис к нам на школе на конференции приезжали приезжала девушка из Красноярска она говорила вот мне интересно посмотреть вот у коридолиса есть разная плодность вот я сам первый раз услышал но действительно нашел публикацию я слышал что у трифолиума есть такое исследовали разное количество разный уровень эндополиплоидии и содержание вот этих вот пиков то есть если пик выше значит там больше ядер значит там больше клеток с такой-то такой-то плодностью вот у коридолиса в разных частях растений разное соотношение клетки с разной плодностью грубо говоря очень интересно как же они беднежки без диплоидных клеток в корне нет они скорее всего там есть просто на гистограмме их не увидишь то есть настолько большое количество допустим троплоидных клеток что они накапливаются сигнал накапливается быстрее чем диплоидный и это можно разглядеть кстати если наблюдать самое начало рост пика то есть смотреть не просто нажал кнопку и ушел пусть пик накапливается а смотреть как он накапливается нет ли чего-то левее интересного то есть острого потому что мы нажали кнопку ушли у нас здесь вот вырос пик а здесь пик ушел в нулевую базовую линию понятно вообще мы уже много вопросов задали и Татьяне Борисовне скоро на лекцию идти коллеги есть ли еще вопросы но если нет вопросы дарим за интересные семинары я думаю Михаила и Михаила за лекцию спасибо 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 большое спасибо всего доброго всем здоровья спасибо всем огромное спасибо до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...